Всем добрый день! Вы смотрите Фотовеб Экспоньюз. Обратите внимание на этот уголок экрана. Там перечень всех сегодняшних новостей и тайм-код. Вы можете перенатать на то, что вам интересно, но я буду рад, если вы посмотрите весь выпуск целиком. Он не очень большой. Карму настигла карма. И нечего было называть свое летательное, силу тяги терятельное, на землю уронятельное чудо таким мастодонтом, как GoPro. Если кто помнит свое время, причем это было не так уж и давно, компания выпустила свой беспилотник под названием GoPro Karma. И он должен был стать настоящим хитом, если бы не одно но. Аккумулятор оказался нестабильным, дроны начали падать, и это не единственная проблема, если честно. Само собой, компания сказала, прошу прощения, мы вернем вам деньги. На колени, как Samsung, не становилось, однако обещание выполнило и вернуло все обратно горе-обладателям шального беспилотника. Однако данный инцидент сильно подкосил акции компании, и согласно данным издания TechCrunch, более 300 сотрудников пришлось отправить на вольный хлеба, что оказалось не лучшей новостью их семьям на Новый год. Как вы понимаете, проблема с дроном не решилась, а таким маневром карма компании не улучшилась. И я сейчас уже говорю не о беспилотнике. Поэтому, на конец 2017 года, DJI опять впереди планеты всей, по покорению воздушного пространства, через пульт. А GoPro сделает акцент на том, что умеет. А именно, производство и продажа экшн-камер по конской цене, за которую можно купить неплохую беззеркалку. И даже зеркалку. И даже полнокадровую, если на авито. Говоря про конские цены, есть еще одна компания, которая готова сделать все, что угодно, лишь бы вы оголили ваши кошельки на мобильную оптику. Видимо, для гиков, которые по какой-то причине не хотят покупать себе хороший компакт. Я думаю, многие поняли, что речь идет о Moment Lens, которые, парадоксально, действительно хороши и действительно дорогие. Так вот, теперь компания выпустила адаптер для фильтров 62 мм. А как вы понимаете, любой пытливый ум смекнет, что где 62 мм, там через переходник можно и 72 запилить. Я просто по себе сужу, ведь у меня вот так выглядит фильтр 72 мм, который я нацепил на резьбу 42,5. Красота! С одной стороны, понятно, что смартфон всегда с собой. И я сам обеими руками за мобильную съемку. И то, что дополнительные линзы могут дать больше пространства для творчества. Особенно, если учесть, что у них в наличии уже есть и телевик, и макро, и ширик, и фишай, и насадка для всего этого добра. Правда, за каждую линзу нужно отстегнуть почти сотню зеленых. Однако, если посмотреть на это с другой стороны, то набор линз, потом еще переходное кольцо, еще и фильтры, не намного компактнее суперзума. Компактного суперзума. И необходимость в таком дорогом комплекте находится на грани специфичного профессионализма и идиотизма. И мне бы самому понять, что я сказал. Как бы то ни было, ссылка на официальный сайт есть в описании под видео. Традиционно. Можете зайти и ознакомиться с тем, что ребята предлагают. Ну, хотя бы ради интереса. И цены заценить. Компания Джоби, которая у многих ассоциируется с такими маленькими штативчиками, горилла под называется, решила нас немножко удивить. Что же они представили? Стойка-тренога-селфи-палка-зацеп. И да, все можно писать через тире. А еще основание гнезда 1,4 дюйма, чтобы еще что-то нацепить. Маленькое чудо, конечно, подкупает универсальностью. Однако, даже из фото понятно, что оно подходит только для смартфонов, экшн-камер и маленьких беззеркалок. Максимальная длина стойки может достигать 79 сантиметров. И само собой, все это дело развинчивается, разбирается и компактно складывается в сумку. И стоит это все чудо 100 долларов. И что-то сегодня все товары за стольник. Как бы то ни было, ссылка также в описании. По сути, то, что я сейчас скажу, это не слухи, а уже факт. Просто нужно немного подождать. В интернет просочились некоторые данные о новом объективе от компании SunYang, который давно нас радует своими альтернативными решениями для многих камер. Как MFT, так и APS-C. Чем же новинка будет отличаться от предшественников? Три слова. Широкоугольный, автофокусный и для фулл-фрейм. Не соврал. Три. И сразу удар под дыхниканистов. Пока что объявлено, что этот объектив только для байонета камер Canon. Однако это не точно. Что же на данный момент известно об этом объективе? Совсем немного. Диафрагма 2,8. Фокусное расстояние 14 мм. И то, что, скорее всего, дизайнеры SunYang ходят в одну баню с представителями Sony. Уж больно похож этот минималистичный стиль. Давайте по традиции скрестим пальцы, чтобы цена оказалась меняемой. И чтобы сам Янг не обделила и владельцев камер Nikon возможности пользования данным объективом. Panasonic таки представил нам свою новинку, и я почти запил от радости. После технических характеристик, которые утекли в сеть, теперь мы можем и лицезреть внешний вид камеры. И он очень вкусный. Panasonic GH5S основан по большей части на предыдущей версии Panasonic GH5. Матрица в ней сделана намеренно небольшого размера. С тем, чтобы ее хватало для видеосъемки в современных стандартах. Таким образом, производитель борется со всеми болезнями, которые не удалось искоренить в предшественниках. В описании есть ссылка на наш канал, где вы все можете подробно прочесть, а потом еще раз прочесть, а потом решить, покупать эту камеру или нет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»